Пять уголовных производств по инциденту в Одесском СИЗО. Зверское убийство Алены Порошенко, служебная халатность, подделка документов, распространение символов тоталитарного режима и пытки. Прокуратура переквалифицировала статью о жестоком обращении с арестантами. Это видео с камер наблюдения в Одесском СИЗО. По информации прокуратуры, сотрудники пенитенциарной службы избивали заключенных ногами и дубинками. Для физической расправы над арестантами привлекались сотрудники и из других областей. Важность расследования в том, что они все в балаклавах, они все без распознавальных шевронов, которые могут индифектировать конкретную особу. Разом с тем, даже если особа не наносит телесных ухудшений, а просто прямо спостерегает за этим, это также есть злочин. Но на сегодняшний день не зафиксировано ни одной жалобы на избиение осужденных. Опрос проводят, я повторяюсь, 4 дня подряд порядка 16 человек с разных организаций. Если эти факты будут подтверждены, все люди, которые принимали участие и которых докажет следствие, что это действительно было, все будут наказаны вплоть до увольнения. Статья о превышении служебных полномочий изменена на более серьезную – пытки. Ее санкции предполагают наказание до 10 лет лишения свободы. По источникам Думской, подозреваемый в жестоком убийстве сотрудница Одесского СИЗО перевезен в Николаев. Это сделано для его же безопасности. Факт изнасилования судебно-медицинская экспертиза не подтвердила. На данный час вжито запобежный захид, обрано запобежный захид в выгляде термания под вартою. И до него вжито заходы в безопасности, сгідно какого он отримается в иншем следственном изоляторе. Однако где, извините, на данный час я подумать вам не могу. Начальник изолятора на время следствия. Отстранен от работы. Юлия Долганюк, Иван Леонтьев, Вячеслав Лаштаба. Думская ТВ. Кроме того, в кабинете инспекторов нашли портрет Дзержинского. По этому факту открыто еще одно производство распространения символов тоталитарного режима. За «Железного Феликса» сотрудникам СИЗО может грозить до пяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. Редактор субтитров А.Семкин